Виктор Сергеевич, здравствуйте! И он состоит из президента, армии и народа. Вот это было очень интересно. И вы тогда говорили о том, что Путин пытается в России сформировать такой треугольник. Давайте с этого начнем. Вот как сегодня выглядят эти треугольники? Все ли сохранилось? Какой-то из них может усилился? Какой-то может ослаб? Может быть как-то что-то выглядит теперь по-другому? Потому что обстоятельства все-таки несколько поменяли за последнее время. Да, да. К сожалению, надо отдать... Нет. Но сначала надо сказать, что действительно этот треугольник, состоящий из мужественной украинской армии, которая сопротивляется и ведет очень активную оборону. И мы не ожидали, что она окажется в моральном плане гораздо сильнее, чем в военно-техническом. То есть дайте еще этим солдатам и офицерам хорошую западную технику. И эту страну будет не узнать. Мы бы много решили бы быстро проблем и меньше бы крови было. Президент, который прекрасно себя повел каждый день, он дает очень правильные... Вот действительно правильные и яркие такие выступления, которые очень помогают в международном плане, во внутреннем. Да, окружение у него безобразное. Это ужасно. Они все тихонько сидели, все эти коррупционеры, все эти листицы, все эти доморощенные, некомпетентные люди, которые окражали его два года. Но вот они все повылазили сейчас на переговорном процессе. Это очень неприятно. И переговорный процесс, он сумбурный, и эти люди. Но, повторяю, сам президент, как политический фактор, уважаемый на Западе и уважаемый в Украине, армия и украинский народ оказались настолько скрепленными, настолько в одном дыхании, в синхронное действие, с такой яркой идеологической убежденностью, что, в общем-то, наверное, это самое главное, что есть. Но давайте после Буччи, а это будет, видимо, еще дальше, такие страшные вещи происходить. Мы уже поняли, что мы им дело с очень страшной оккупационной армией. Похуже, наверное, фашистов в 41-44-45 годах. И теперь речь идет не о просто треугольнике сопротивления, а треугольнике жизни. Я хотел бы здесь затронуть вещь, которая, может быть, отрефлексируется только через лет пять после того, когда война закончится. Ведь когда мы себя спрашиваем, мы же 30 лет уже независимая Украина, и мы говорим, ну вот выросло поколение, которое признало украинский язык, украинскую культуру, а россияне называют это нацизмом и так далее, и что Украина связана с какой-то исторической неизбежностью, необходимостью независимости, а в том, что украинский язык, украинская культура является основанием этой независимости. А вот теперь я понимаю, что это все вторично. Придется идти по израильскому пути. Они долго смотрели свои старинные книги и мечтали об Израиле, о земле обетованной, пока не наступил в высокоцивилизованной в Европе страшный холокост. И после этого евреи, Европа, по крайней мере, сказали себе, нам нужна страна, где бы евреи чувствовали себя независимой. И они назвали ее Израиль. Вот, видимо, придется и нам теперь понимать, что после бучи, теперь все эти треугольники сопротивления, все это единство, это теперь треугольник жизни. Это теперь, мы теперь понимаем, что Украина должна состояться в любом случае только для того, чтобы мы все остались живы, чтобы у нас было будущее. Это чрезвычайно вам. Не просто то, что враг пришел на нашу землю, не то, что он разрушает, а то, что оказывается жизнь каждого из нас, каждого из нас в любой момент может оборваться. И для того, чтобы это не происходило, не надо говорить в высокие слова, там про безопасность, про культуру, про будущее, а вот так, нужна сильная государственность, справедливая власть. Вот, чем придется нам заниматься уже, может быть, в очень ближайшее время. Но нам противостоит, к сожалению, тоже треугольник, страшный треугольник зла такой, вы извините за такие мультфильмовские определения. Это, к сожалению, очень сложный комплекс, сплав между культом личности Путина, очень деморализованным общественным мнением, очень агрессивными средствами массовой информации и российской армии. Сейчас это представляет единое, мощное и очень негативное образование. Им даже, на самом деле, не нужна цель, если вы заметили. Этот треугольник, в отличие от Украины, держится на колоссальной ненависти к Украине. Он держится на колоссальной страхе перед Западом. Все, что связано с Западом, это страшно. И при отсутствии будущего. То, что сейчас россияне, тот же Путин и вся российская элита переходит к своеобразному возврату к прошлому, к сталинскому милитаризму, к подготовке к войне вечной, к резкому снижению потребления, отказов от будущего. Все это говорит о том, что они не смотрят, как раньше, вперед, не строят никаких планов. Они собираются сражаться со всем миром. Это очень опасно. И мы оказались, так сказать, у них на пути. Это очень плохо. То есть, вот за эти 20 лет Россия, не только президент Путин, за эти 20 лет Россия, вместо того, чтобы модернизировать себя и перейти к какому-то виду демократии, она превратила страну в мощную военную базу. И она способна только воевать и продавать какие-то, как мы видим, нефть и газ. И в этой ситуации она, конечно же, очень неудобна. И именно Украина, Российская, Российско-Украинская война показала, что мир неглобален, что мир очень сложен. Ну вот смотрите, что творится сейчас с разбитыми странами. Они понимают, что ООН не работает, Совбез не работает. Мы же видим, как это происходит. Та же Япония, та же Корея Южная, тот же Тайвань понимает, что им, как и Ирану, как и Израилю, извините за эти сравнения, нужно тактическое ядерное оружие. То есть, что сделала Россия? Она уничтожила 40-летнюю политику нераспространения ядерного оружия. Она уничтожила крупнейшие международные институты. Да, они и так гнили, но она показала, что теперь нету такой какой-то темы в мире, с которой было бы согласно Россия. Вот это очень интересно, это может быть для исследователей, которые далеко-далеко, за тысячи километров от нас. Но и это очень опасно, потому что у нас даже нет исторической аналогии. Ни там победа над Наполеоном, ни победа над Гитлером, ничего не сравнимо с тем, что мы сейчас имеем в этой ситуации, когда идет разрушение такое. Более того, хорошо видно, что внешняя задача Путина, это уже не победа над НАТО, а это попытка оторвать Украину от Европы. Вот теперь главная цель. Украину от Европы. Украину надо оторвать от Европы. Это очень важно. Всю Украину, всю Украину или часть Украины? Нет, 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 Украину как борющийся с Россией государство. Уже про НАТО не идет, потому что они прекрасно видят, ну, Россия выпустила дней 10 назад возможность вступить в конфликт с НАТО, когда эшелоны восточноевропейской бывшей советской техники пошли сюда, в Украину. А если вы помните, на уровне Лаврова говорили о том, что мы будем бомбить все, что заходит с НАТО. Ничего этого не произошло. Но, но, но Россия сейчас будет работать по новой технологии, то, что называется мадьяризация, мадьяры. То есть Орбан не случайно победил по московским технологиям. И Сербия тоже не случайно сейчас после победы своего президента, внимательно наливаясь глазами, смотрит на Косово и так далее. То есть, скорее всего, в самой Европе начнется некие тлеющие конфликты, которые, по мысли Путина, при актуализации спящих кротов в виде политиков Запада, при огромной коррупции, которая сейчас существует в западном политическом, политиков, должно резко не просто ослабить Европу и не ослабить НАТО, а сделать ее рыхлой, настолько рыхлой, что это будет неудобно даже Соединенным Штатам. Американцы говорят, соединяйтесь, встречайтесь, выработайте общую позицию по всему линиям. Нет, западные страны, прежде всего Германия, Франция, все делают на шаг позже, чем это надо. В общем дело. Но нет хода без добра. Вы знаете, вся Европа боится этого полусумасшедшего Путина с его угрозами тактического оружия и пресечения помощи Украине. Но когда Германия сонно, лениво сказала, что мы большие пушки круповские большого калибра передадим, передадим, еще не передали, передадим Украине, все в ужасе посмотрели на Кремль, сейчас пойдут огненные стрелы, а они не пошли. Все-таки, видите, хотя Германия медленнее всех сопротивляется, вы знаете, какая ее позиция по газу, по многим другим вещам, но и Россия автоматически, как это всегда было, как это было всегда, повторяю исторически, боится Германии. Единственная страна, которая действует оригинальным образом, и Европа этого еще не знала международно, это Великобритания, которая сначала поставляет нам оружие, поставляет помощь, а потом говорит, мы собираемся это сделать. Это здорово. Вы же знаете, я хотел бы вот этот короткий сюжет закончить очень важной вещью. Украинская армия, украинский народ, украинский президент показали, что мы можем сопротивляться до бесконечности, чтобы нас как бы не пугали, но победить мы можем только при большой сильной помощи, и если в прошлый раз мы говорили, что нам нужен был один миллиард оборонно-технической помощи в месяц, то сейчас стоит вопрос, что нам это, ну вот уже тех миллиардов нет, то есть, грубо говоря, уже нужно на месяц войны, нужно, как минимум, 5-7 миллиардов долларов, и Запад должен к этому быть готовый. Но я возвращаюсь, для россиян это почти эротика, почти скрытый психоанализ, ракета с 61-го года, это всегда была какая-то такая сексуальная гордость, мы запустили ракету, а ракета еще больше, 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 и чем больше была ракета, чем казалась могучая страна. Но в Америке появился человек, который стал делать маленькие ракеты, и они оказались еще лучше, чем эти большие советские ракеты и так далее. Но слово ракета, оно всегда было для россиян чем-то важным, у Украины не было ракет, ну таких, которые могла бы противно. И вдруг они появились. Вот недавно премьер-министр Джонсон, мне кажется, глубоко гражданский человек, заявил о том, что в связи с угрозой для маленького и очень красивого европейского города Одессы, ей будут поставлять ракеты «Гарпун». Это очень мощные ракеты. И когда наши скромно говорят о том, что они стреляют всего на 200 километров, а россияне с линейкой меряют и говорят, ого, это не достанет до наших ракетных баз, то они ошибаются. Эти ракеты летят до 500 километров, если за этого захочут те, которые их отпускают. И эти ракеты уже появились. То есть мы знаем про эту триаду, которую должен проглотить Россия и получить Украину. Это танки, это ракеты и это самолеты. Даже если это не самолеты, а беспилотники. Вот если мы, про ракеты мы с вами уже знаем, Джонсон дал, танки уже поступают, пусть старые, С-70. Теперь вопрос о беспилотниках. Если Соединенные Штаты или другие пойдут навстречу, то у нас есть все шансы отбить вот это страшное нападение, которое сейчас вот это огромное, антигуманное и опасное теперь после Буча, мы понимаем, сила российской военщины, которая сейчас прет с востока. И, кстати, надо нас с вами будет поговорить. Она не обязательно идет на Донбасс, как они нам обещали. А куда же по вашу школу она идет? А зачем им на Донбасс идти? Зачем им на Донбасс? Им нужно, как мы говорили в прошлый раз, им нужно полностью отрезать Украину от моря, от Черного моря. А это не сделаешь в разрушенном Мариуполе или Бердянск, или Херсон. Нет, это только в случае оккупации Одессы. Одесса – это ключевой город. Если Одесса будет взята, счастлив будет только один человек в мире – Путин. На 9 мая. Вот за Одессу будет очень жестокая борьба. Поэтому, по всей вероятности, с Донбассом будут бои только для того, как когда-то было за Киевом, чтобы украинцы не могли перебросить наиболее боеспособные части на защиту Одессы. Это очень важно. Но есть надежда, что Путин сейчас расправляется со своей олигархией, которая тесно связана с украинской олигархией. Вы же видите, у нас… Ух ты, это интересно. Да, у нас… Ведь помните, мы с вами говорили два месяца назад, что война возможна в случае конфликта между олигархами российскими и генералитетом военными. Ну, тогда войны еще не было, а сейчас это обострилось. Но тут надо понимать, что в самом генералитете и в самих военных, с одной стороны, а с другой стороны, в путинских олигархах, тоже произошел раскор на тех, которые говорят, давайте быстренько заканчивай, скажем так, миротворцы, да, голуби, и те, которые говорят, давайте будем продолжать войну. То есть, на самом деле, Путин мечется между этими четырьмя группами. Не верьте, что есть какой-то план Б, который в железной воле будет осуществляться здесь. То есть, россияне будут менять каждую неделю, в зависимости от общественной, политической и военной обстановки, будет менять направление своего удара. Это затрудняет нашу ситуацию, но это говорит о том, что там тоже нет внутри общей воли. Вот когда я с вами говорил о украинском треугольнике жизни и сопротивления, то я хотел сказать, что это единство власти, центральной власти, единство армии и единство украинского народа. Все четко, у нас тысячи примеров этого. Но кроме единства, тут еще мы получили, ну, пока, слава Богу, надо молить Бога, разделение властей. Власть военных не смешивается с властью президента, и президент только помогает населению. Первый раз, где произошло разочарование населения, это при этих дурацких стамбульских переговорах, которые, в общем-то, это была какая-то дезориентация. Население видит, как страшно она страдает, как убивает людей, и вдруг тут вот такие переговоры, где, в общем-то, не совсем понятны цели и средства такого переговорного процесса. Виктор, вот знаете, я позволю себе немножко вернуться к тому, что вы уже сказали, вот если посмотреть на российскую армию, есть такое выражение, что армия – отражение государства. Вот если посмотреть на российскую армию, то это ведь, на самом деле, очень удивительная вещь, даже с точки зрения, наверное, не военного, а политологического анализа. Потому что если солдаты убивают так безжалостно и ведут геноцид, то, наверное, это отражение политики. Если солдаты воруют и выгребают, и мародерствуют, и грузовиками везут, чтобы продавать это в Беларуси или отправлять по почте из Беларуси свои семьи, то это же все покрывается высшим командованием, бесспорно, да, среднего какого-то звена, высшего звена, я не знаю, какого. То это тоже о чем-то говорит. То есть вы очень хорошо вспомнили о ракетах, да. Вот стоимость одной ракеты, которая, мы видим, как ракеты, которые стоят миллионы, летят в Украину, а эти солдаты, извините, вывозят кроссовки ношенные у украинцев, да. Вот это ведь тоже, наверное, говорит о состоянии общества, о состоянии элит, о состоянии армии, в первую очередь. И вот мне очень интересно, как вы это характеризуете? Ну, во-первых, во-первых, в российской армии очень силен принцип не дисциплины, а принцип иерархии. И если принято какое-то решение, его надо выполнять даже ценой того, кто выполняет. Отсюда вот эти волны, нападение, отсюда это непонятная всем жестокость боев, когда вот можно сделать иначе, а ведут себя так. Это первое. Второе, в российской армии, да и в советской армии, всегда была очень низкая ценность человеческой жизни. А она основана на готовности, это не готовность украинцев защищать свою страну и своих детей и так далее, а на готовности принять отсутствие достоинства. Российский солдат – это человек, который не уважает ни себя, ни других. Вот необходимая морально-психологическая основа для того, чтобы такой солдат, будучи вооруженным, будучи вооруженным, это очень важно, почувствовал себя нормальным бандитом. Просто это очень важный момент, что ведь уничтожали безоруженных, и уничтожали женщин, детей. Все это мародерство, это связано с вот этой вечной нищетой, вечной нищетой, которая очень характерна для огромного количества городов и сел в России, потому что хорошо живет Москва, хорошо живут еще 5-6 городов, а все остальное влачает очень медное существование. Более того, я вам скажу, прекрасно понимая, что война может уже так быстро не закончиться, российское руководство, экономическое руководство, премьер-министр, тот же Путин, делает все, чтобы часть мужского населения затянуть в еще большую бедность. Эта безработица, которая сейчас связана с всякого рода санкциями, она же даст и этот огромный человеческий материал, который можно бросить потом на Украину. Вы понимаете, как цинично все это звучит? То есть, сочетание собственного неуважения, низкой стоимости человеческой жизни, любой, своей, чужой, с отсутствием каких-то материальных перспектив и движения, это все порождает вот такую армию. Что я хочу сказать? Они ведь понимают, что они зашли на чужую территорию. И уже в этот момент какие-то моральные скрепы были сняты. Все можно делать. Более того, они же не случайно с Дальнего Востока. Это значит, если я здесь убил, изнасиловал, разрушил что-то, я уеду далеко, на Дальний Восток. Так мыслит только российский солдат. Это просто ужасно. Это просто ужасно. И очень важно здесь то, что средний офицерский персонал, сержантский персонал как раз показывает образцы такого антигуманного поведения к населению и к ним самим. Я вот начал с чего? Что их жестокость по отношению к украинскому мирному населению, они с оружием, они пришли, они оккупировали территорию, связано с тем, что к ним тоже жестоко относятся. И они считают, что тем более ниже их кто-то должен быть. А это мертвый украинец, изуродованный украинец, страдающий украинец. Вот чем важно. Тут даже не нужна никакая идеология. А вот то, что идеология появилась, вот сейчас, видите, появилась эта страшная статья Тимофея Сергеевского о том, что нужно уничтожать украинцев только из-за того, что они украинцы и так далее. И ему подпевают и медведи, и так далее. Я вообще не могу понять. Я его знаю, Сергеев, вы хорошо, как и всех. Знаете, да? Отлично. Что вы, это же человек, который очень близок был к семье Кучмы, очень близок и к всему этому окружению, к партии регионов. И, знаете, ну это постаревший еврейский мальчик. Я даже не знал, откуда у евреев может быть такой фашизм. Понимаете? Это просто поразительно. бывшего гитлерского такого состава. Конечно же, это говорит о том, что он ищет себе новое место в новой партии, в агрессивной и профашистской партии власти. Он понимает, что сейчас... В России, имеется в виду, в России. Яростная борьба. Мы же как-то с вами говорили, что в России построено государство так, что тот, кто обладает властью, тот и обладает собственностью. Олигарх, он обязательно одновременно и министр или близок к двору президента и так далее. Поэтому, когда сейчас идет яростный конфликт между старыми и новыми властителями, то есть те, которые останутся после Путина или с Путиным, и те, которые уйдут в результате перестройки, перебудования, окружения Путина, они, те, которые уходят, они теряют эту собственность. Это очень важно. И олигархи, генералы и так далее. Но идет возрастающее новое. Что такое... Что такое... Не будем прервать фашизм, не будем разбивать его статью, это все не так. Давайте с политологической точки зрения. Это говорит о том, что мы не можем ответить на важный вопрос. Или Путин так надругался над российским населением, или фашизация российского населения уже была такая сильная, и Путин только показывает, вот кто впереди, паровоз или машинист, кто тут оказался главным. Потому что... Это интересный вопрос. Да, скорость декоммунизации и ненависти к Украине со стороны среднего класса российского и низшего класса, именно скорость такой высокий, что он может быть сравнивать только действительно с 41-м годом или с первой войной в Чечне. Там тоже была такая сильная ненависть к чеченцам. И в этом смысле я уже даже не знаю, или Путин просто понимает, что нужно Россия без будущего, Россия без запада, Россия без мира, Россия, которая ненавидит весь мир. Или наоборот, он так быстренько сумел совратить, ну как немцы в 45-м году, с 46-х до 55-го года говорили, это Гитлер нас таким сделал. Но мы-то понимаем, что это не так все просто. Это сложнейший вопрос о коллективной ответственности. И Сергейцев просто понимает, что к власти ведется группа еще более агрессивной, чем Путин. Вот что я хочу сказать. Тут идем немножко в сторону, когда все говорят, вполне возможно, что может произойти чудо. И кто-то убьет Путина, там даст ему новичок, или он там подавится, или болезнь у него страшная. А где гарантия, что вместо Путина придет еще более агрессивный, помоложе, понаглее, более опасный? Такое может быть, потому что я вижу, что слияние российской армии с ее политическим руководством и население, я уже не говорю про агрессивные средства массовой информации, вы же видите, невозможно быть психиатром, а рядом смотреть на Соловьева, на Скобелева, на вот этих всех людей. Они не просто брызжат ненавистью, это просто уже психические какие-то нарушения. И при этом это пользуется колоссальной популярностью. Когда-то, где-то в 43-м, или я сейчас не знаю, в 43-м, наверное, году, когда советские войска уже продвигались к границе Германии, Илья Эренбург написал статью «Убей немца». И он там точно так же по такой же структуре Сергеев написал свою статью и точно так ведут себя вот эти солдаты. То есть увидел украинца, убей украинца. Увидел дом, разруш этот дом. И так далее, и так далее. Даже Сталин на год запретил Эренбургу писать на такую тему. Потому что да, это все очень важно. То есть на каком-то этапе находятся такие антигерои, которые говорят такое, что даже холодеют люди, которые готовы воевать. Так вот, Сергейцев, он как раз ищет группу, которая придет в власти после Путина и будет еще правее Путина, еще агрессивнее. Это важно. Поэтому нам надо тоже понимать, что чудо не надо ждать. Чудо может быть только то, что произошло на европейском уровне. Это украинское единство, которое, в общем-то, всегда было очень дефицитным в Украине, но показало себя сейчас на высочайшем уровне. А после Бучи, мне кажется, уже нет ни одного мужчины, ни одной женщины, которая не понимает, что это великая отечественная война за сохранение украинцев, а не просто государственность. И вот это очень важно. Виктор, есть еще одна тема, это тема распространения войны. Вот мы все помним, как вначале наши западные партнеры и даже генеральный секретарь НАТО говорили, вот чтобы вся эта война как-то осталась в границах Украины. Важно, чтобы она не распространялась. Но вот вы уже начали говорить о том, что Европе грозят свои, возможно, тлеющие конфликты. А я бы еще хотела сейчас обратить внимание на постсоветское пространство. Это ведь тоже очень интересная тема, потому что мы видим, как Беларусь вовлечена уже в эту войну. И мы видим, что Лукашенко делает то, что он делает, вы об этом лучше меня скажете. Мы видим, что Грузия уже вовлечена. Мы видим, что так или иначе Молдова тоже будет вовлечена через Приднестровье так или иначе. Мы видим, что Азербайджан тоже уже играет свою игру. Армения вовлечена в это. То есть постепенно возникает такое ощущение, что война каким-то образом прямо или косвенно распространяется. Ну, я даже что там, в Белгороде окопы роют, что-то эспиратовать нас должно. Вот, может быть, это отдельная тема, я не знаю просто. Ну, правильно делают, пусть роют, конечно. Поэтому, если можно, давайте, вот как вам представляется на самом деле? Давайте сначала про Белгород. Вы знаете, конечно, никто не знает, кто взорвал эти нефтехранилища, но если это сделали украинские вертолеты, то это здорово, потому что враг должен знать, что и на его территорию может прийти война. Ну, вот сейчас очень часто тут у нас истерика очень много, говорят, что Путин в отчаянии, а он не в отчаянии, кстати, не надо. Я уже не раз вам говорил, человек, который страшно, жадно любит деньги, любит власть, а главное, боится при этом микробов, такой человек никогда не применит ядерное оружие. Я уже не говорю о том, что уже нашли из генерала, мне кажется, а может быть попроще, которые говорят ему, точно так, как вы примените ракетное оружие против Украины, Украина имеет полное право асимметричным образом применить ядерное оружие на территорию России. И все. Ну, у нас-то нет ядерного оружия. А знаете, в чем дело? Я начну из далекой сказки. Две недели назад партизаны, хуситы из юга Йемена запустили ракеты, ракеты, крылатые ракеты на самое большое нефтехранилище Саудовской Аравии. И не помогли ни Патриот, ничего. У них даже государства нет, у них посольства нет, у них ничего нет. И не надо при этом говорить, что им помогает либо Израиль, либо Иран, либо Китай и так далее. Почему же Украина таким же образом не может приобрести ракеты или компактное ядерное оружие? Может. Можете не сомневаться. Может. Поэтому не надо там вот отпугать нас, что это такое произойдет. Путину нужно давить на Украину только для того, чтобы перевести всю Россию в новое состояние. Он не собирается передавать власть. Вот в чем дело. Еще до войны был, помните, знаменитый политический транзит. Там обсуждали о Государственном Совете, мы много спорили, кто туда войдет, все. Потом Путин плюнул на все это и решил остаться. Когда он опять передумал, он стал искать себе преемника. Этот преемник должен был в обязательном порядке сохранить, дать ему личную безопасность, дать гарантии безопасности и продолжать его путь. Но после того, когда Путина втянули в эту войну и он объявил эту войну, уже не стоит вопрос о том, что он будет выбирать преемника. Преемника будет выбирать уже то окружение, которое в момент кризиса окажется рядом с ним. А я вам сказал, там уже четыре группы. Они не одна, как раньше было, плотно. Все эти фамилии сейчас делятся внутри очень сильно и там выясняется отношение, что делать, продолжать войну или нет, армейскими или нет, или договариваться с Западом. Все это можно. Мы же еще не знаем поведение Китая. Смотрите, я же вам говорил, что теперь ядерное оружие хочет и Япония. И может быть совершенно точно так, как говорит Израиль. У нас нет ядерного оружия, но если на нас нападут, мы его применим. Я боюсь, что точно так может сказать и Южная Корея, точно так может сказать и Тайвань. То есть идут многочисленные процессы. Вот это первое, что я хотел сказать. Потеря принципа распространения ядерного оружия это первое военно-политическое последствие, продолжающее нашей войны. Потому что наличие ядерного оружия у России сильно влияет на ситуацию внутри Украины. Это тоже очень важно. И на войну. Это первое. Второе, вы правильно сказали, что начинает загорать и тлеть конфликты, которые и так тлели по 20-30 лет вокруг Украины. Связаны это будут с действиями собственных стран. Турция, Азербайджан, Армения, Иран. Или это будет действие больших стран. Допустим, если действительно Талибан вдруг дождется, как он говорит, зеленки и теплой погоды и начнет наступать на Таджикистан, это мгновенно отразится на ситуации российских войск в Таджикистане, на ОДКБ. Непонятная ситуация будет еще с Казахстаном, перед которым Россия ставит жесткие проблемы. Мы делаем вас главным контрабандным хабом в мире. Через Казахстан должны идти огромные потоки торговли, которые не попадают под санкции. Я не думаю, что это понравится Казахстану. Это очень сложно. Значит, будут обостряться отношения между Россией и Казахстаном еще. Я хотел бы, вот когда я говорил про Белгород, я еще хотел, кроме сказать, что врага могут наказать на его территории, о том, что любая империя, а Россия это уже империя, то, что Путин еще не император, то наверняка где-то корона уже есть, но он просто ее еще ни разу не одевал. Уже был 15 лет назад. Но очень хочет, Виктор, похоже, он очень хочет. Это хорошо хочется, тогда не надо никакого транзита, никому преемнику, ничего не надо, тогда можно об этом не думать, раз ты император, там, пусть, консионная там, и так далее. Но империя держится на трех вещах. Любая империя, Османская империя, там, Римская империя, да что, любая империя. Все кроме, говорят, когда Американская империя, да нет там Американской империи, потому что в любой империи есть три важных показателя. Это император, то есть личность лидера. Второе, это столица. Столица, это тысячу раз выше, чем любая периферия, даже самая богатая. И третье, для империи, что является частью внешней и внутренней политики, для выяснения отношений внутри самой империи, это наличие границы. Точная граница всегда для империи очень важна, потому что империя на следующий год начинает эту границу нарушать и идти дальше. Так вот, когда вдруг начались взрывы в Белгороде, то Дугин абсолютно правильно сказал, это фашист номер один, кстати, фашист номер один гораздо сильнее Сергейцева. Дугин сказал, что получается, что Россия потеряла границу с Украиной. Нету границы. А ведь с точки зрения военно-политической это поражение России. Для чего вы начинали войну? Чтобы потерять границу? Чтобы ваши регионы становились прифронтовыми? Тоже невозможно. А теперь по Дугину. Несколько дней назад его спросили, как вы относитесь к тому из трагедии, которую произошла в Буче. Знаете, что ответил этот лучший друг Путина? Он сказал, ну что ж, российские войска победители, они имеют право разрушать, убивать и насиловать. Это просто ужасно. Это просто ужасно. Видите, насколько вызрело, насколько каким мощным ядовитым цветом вызрел вот этот антигуманизм и конкретизированный в ненависти к Украине. Это очень важно. Поэтому это все надолго. И, как это ни странно, дефашизация, денацизация нужно будет производить в России, а не в Украине. И демилитаризацию придется делать в России и не нам, а всему человечеству. Возвращаясь к войнам, но войны идут еще и вглубь. Если вы заметили, общественность Западной Европы и Восточной, особенно после страшной трагедии в Буче, оно резко плохо стало относиться к русским. Это не война, но это мощное общеевропейское давление в быту на людей, которые, может быть, даже уехали из России или просто живут в России или в виде туристов. Это очень важно. Дальше, когда мы с вами говорим о санкциях, то это еще понятно, потому что есть какая-то традиция и история санкций различных стран по отношению друг к другу. Это понятно. То, что это применили к России, это, конечно, необычно. Но сам Путин, когда объявил, что отменяются договоры о продаже газа и вводятся условия рубля вместо евро и доллара, то на самом деле это нарушение тотальное. Вот это уже говорит об экономической войне. То есть мы этого не подозревали, но на самом деле Запад втянулся вместе с Россией в очень быстро разливающуюся войну, где будет очень быстро эскалации. Если у нас будет затухать военная фаза войны, то на Западе экономическая война с Россией будет только расширяться, потому что она имеет собственную логику, которую мы даже с вами не можем представить. Больше мне кажется, что и не Путин, не западные столицы и не Вашингтон до конца не понимает, что значит мировая экономическая война. Пока это говорят о том, что цель такой войны это деморизация мировой экономики. Ну, разве это не война? Подумайте. Ну, это же... Пока это было всего лишь фильетоны и книги очень узкой группы андеграунд фашистов писателей, поэтов и так далее. А теперь это стало целью огромного государства России. Теперь стоит вопрос разрушения мировой торговли, логистических цепочек на всем мире, деглобализация. ты для кого делаешь? Для России? Вы же говорите, что вы уходите в изоляцию. Так зачем тогда уничтожаете страной в мир? есть какой-то третий заинтересованный субъект, и мы с вами о нем говорили. Все, кто эту кашу заварил, это Китай. Чем дольше ослабленная Россия, это очень опасная Россия, прежде всего, для Европы, но ослабленные Соединенные Штаты, это очень выгодно для Китая. То есть, давайте не забывать, что при том, что Китай очень далек географический, он имеет колоссальные выгоды во всех этих процессах, и в военно-политическом конфликте в Украине, и в конфликте между Европой как потребителем газа и Россией, и размывание этих цепочек и так далее. Про цепочки. Три года назад Китай заявил о том, что он создает южный китайский путь от Шанхая до Берлина. Все и туда должны были бросить около 80 миллиардов долларов, потом больше еще. И все так немножко иронично и с скептицизмом на это обратили внимание, потому что в мире сложились уже мощные традиционные торговые пути, где в общем-то не было места никакому китайскому шелковому пути новому. Но теперь, когда все это разлагается, происходит нарушение, оказывается, что единственный кто в этом выгоде, это Китай. Поэтому я про то, что войны, Российская украинская война будет переходить и на Европу, и будет переходить на страны окружающих Украину и Россию, и будет переходить в культурное пространство, и будет переходить в кибер пространство, еще же не начались основные кибербойны, и будет переходить мощные экономические войны, где, повторяю, войны возникают не по желанию какой-то стороны, а в результате российско-украинской войны. Виктор, вот если то, что вы сейчас говорите, что войны будут переходить в другие страны, в другие измерения, в другие сферы, то тогда что дальше? Считаете ли вы, что война в Украине... Это тогда по-другому давайте сформулируем. Вот такое распространение войн в разные сферы и в разные страны, это для Украины хорошо или плохо? Или это просто факт? Способно ли вот это распространение прекратить эту горячую фазу активного вторжения? Вот вчера президент сказал, что было бы очень хорошо, если бы мы могли вернуть то, что у нас было до начала войны, до 24 февраля. Это как бы начальная такая установка, а потом я так понимаю, это уже там предмет дальнейших решений и переговоров и действий, не знаю. Но вот это хорошая новость для Украины, что вот это будет происходить? Или наоборот плохая? Нет, но давайте первое по поводу заявлений президента. Он прав. Он прав. Только не надо пускать всяких арахами на переговоры. Я же уже говорил в наших передачах, что такие тонкие вещи должны происходить на уровне военных и глубоко укорененных в элиту России и Украины политиков или бизнесменов. И они не должны быть публичными, они не должны быть... Это должны быть люди малобидные. И все должно готовиться. Если бы, конечно же, мы вышли хотя бы на этот, на первом перемирии и возврат к 23 февралю до начала, то это был бы, конечно, тот план, минимальный план, который, конечно, бы очень сильно помог Украине. А теперь по поводу того, что эти процессы теперь расходятся по сферам и по всему миру и в экономике, политике, и в разные группы и будут возникать в совершенно неожиданных местах. Нет. Мы только триггер. Мы не авторы этого. Мы не взорвали мир. Но это уже надо понимать. Мир шел к большому количеству противоречий. И Россия, Китай, Германия, Европа, НАТО, ну, грубо говоря, воспользовались, скажем так, наиболее подготовленным агрессором, то есть Путиным, для того, чтобы, ну, взорвать эту ситуацию. То есть все немножко, кроме Украины, я хочу сказать, все немножко виновны в том, что это началось. Но то, что сейчас нету ни одной группы стран, и нет стран, которая бы имела только выгоды, а не имела минусы, даже тот же Китай. Тоже. И нету ни одной группы элиты мирового уровня, которая бы знала, как будет развиваться дальше процесс, и куда будут уходить негативные тенденции, и какие минусы будут возникать. Огромные. Я уже не говорю там, допустим, самое простое, что приходит на ум, это голод в Африке и в Ближнем Востоке. Я уже не говорю про все остальное. Или, допустим, нападение случайное. Люди взяли в это. Не Китая, а каких-то освободителей китайских. Ну, по крымскому варианту. На Тайвань. Или еще что-то такое. Или бомба, не бомба, а баллистическая ракета. Сейчас никто не обращает внимания. Все смотрят на российско-украинскую войну. А то, что Северная Корея сделала еще мощнее оружие, которое ей передали, и это оружие куда-то, и эта бомба, и эта ракета куда-то летит, баллистическая, все это может взорвать мир в всем другом месте. Или, например, Россия никогда не проводила на Сахалине военных маневров. Но это смешно, это анекдот, маневры на Сахалине. А только из-за того, что сейчас обострили соотношения между Японией и Россией. Видите, все кругом тлеет. Мы были просто триггером тем. И я думаю, что, конечно же, многие, скажем так, закулисные геополитические и экономические силы понимали, что именно здесь взорвется сильней. Но конца первой модели глобализма никто не знает, как будет строиться новый мир и что еще может произойти. Понимаете? Это же ядерный конфликт может возникнуть в совсем другом месте. Ну, например, между Ираном и Израилем. Что, они будут обращать внимание на Украину? И я думаю, чтобы я на месте Израиля очень и очень бы подумал об возможном использовании ядерного оружия, пусть и даже тактического. Иранские деятели скажут, ну, если Россия позволяет себе заявлять о том, что они могут уничтожить Украину, то почему мы не можем этого сделать? С нами Бог и так далее, и так далее. И это все может дальше расходиться. Или, допустим, вариант, когда Турция поведет себя очень неожиданно. Так что, повторяю, не мы авторы, кто взорвали мир. Мир был беременным большим количеством противоречий, которые оказались сложны даже для понимания самых сильных интеллектуальных команд. Ну, давайте так, никто не прогнозировал вот то, что происходит сейчас по вертикали и горизонтали мира. Ну, и тогда самый короткий и последний вопрос, исходя из того, что вы сейчас сказали. Означает ли это, что война в Украине надолго? Ну, как надолго? Горячая фаза, я думаю, что все-таки ненадолго, потому что тот уровень ожесточения, которые идут бои на территории Украины, человечество не знало уже лет 40. Это правда. Ни Вьетнам, ни война иранно-иракская, не хочу перечислять, ни израильские войны с арабами и так далее. Ничего это несравнимо по степени остроты. А такая острота долго не может продолжаться. А дальше это может быть ледь в зависимости от того, как будут складываться ситуации. Я все-таки верю в том, что Китай перестает изображать из себя как там тигра, который там сидит наверху и смотрит, как внизу выясняют отношения обезьяны, коровы, там еще кто-то. Он должен понимать, что в российско-украинской войне уже нету далеких стран. Все очень сблизились друг к другу. Виктор, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Были очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за приглашение. Виктор Небоженко был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. Конечно, мы признательны вам, наши спонсоры на платформе Патреон. Оставайтесь с нами. Это был Украл Афтевель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова